Давайте поговорим об этом действии 7-го числа. Почему оно было настолько скомканным? Вот первый вопрос. Длинной проходкой по коридорам и разглядываниям картин, наверное, хотели заменить проезд по каким-то там проспектам Москвы, как это было еще 6 лет назад. Правильно я понимаю? Ольга, давайте скажем. Поэтому понятное дело, что по улицам он уже ездить боится, ездит только внутри Кремля. Видимо, внутри Кремля ПВО работает достаточно хорошо, и там он не опасается. Но на самом деле, конечно, самое унизительное, что там происходило, это вот эти 2,5 тысячи человек, которых туда нагнали, которые там, я не знаю, за сколько, за час или за полтора, как обычно это происходит, уже согнали, они стояли стоя. Не все вообще были в состоянии это столько выстоять. Там бедная, совсем пожилая Пахмутова, как еще не упала, доктор Рошаль на палочку опирался, Рамзан Кадыров, опять же, тоже не сильно здоровый человек. И все это для того, чтобы увидеть, как Путин входит, приносит, прости Господи, клятву, быстренько что-то там оттарабанит. И стоило посмотреть, с каким презрением он на всех присутствующих смотрел. Знаете, есть старая такая русская поговорка, как солдат на ВОЖ. Примерно так вот Путин на них на всех посмотрел. Кстати говоря, когда пели гимн, специально приглашенный оркестр играл, специально приглашенный хор пел, ну и некоторые особо ретивые подпевали, вроде Сергея Кириенко, а Путин молчал, как сфинкс. Ну, может быть, он и не знал никогда слова российского гимна. Он там несколько раз менялся, что неудивительно. Этот человек многого не знает и не утруждает себя получением знаний. Ростислав, а вам кажется, ну понятно, для чего была эта длинная проходка, для того, чтобы хронометражем забить хоть как-то эту прямую трансляцию, правильно? Семь минут выступления, почему так мало? Ему все равно, он устал, ему нечего сказать. И вообще то, что он не высунулся за пределы Кремля, о каких его страхах говорит, в общем-то? Ну, о страхах это понятно, о каких. Он боится погибнуть, потому что он понимает, что есть и за пределами страны люди, которые хотят ему смерти. И внутри страны таких людей тоже более чем достаточно. Я вообще считаю, как и многие, что с сегодняшнего дня, вот именно с 8 мая в России больше нет легитимного президента, потому что, если до этого там можно было как-то говорить о том, что, скорее всего, были фальсификации, скорее всего, были большие, там, Шпилькин считает, что примерно в размере третьей, наверное, да, с выборов результатов в среднем по стране составляли вбросы, я с ним согласен, то вот эти выборы вообще не должны были состояться, поскольку вот это фейковое голосование за фейковые поправки в эту Конституцию, которое прошло на пеньках и которое прошло сразу после коронавируса, сто раз откладывалось, и вот там-то уже совсем все было нарисовано, это прямо вот, ну, это было настолько неприлично, что уже было понятно, что, ну, это вот нельзя никак продать международному сообществу. И сегодня то, что они говорят в Европарламенте о нелегитимности Путина, в общем-то, это не связано только с войной, потому что, в принципе, это было на глазах всего честного мира, и, в общем-то, поэтому, собственно, они и вот так надрывно пытаются максимально вот сильной такой сделать внешнюю сторону вот этого вот действия под названием интронизация и так далее, инаугурация цареположения, там, как угодно, да, чтобы это затмило вот на самом деле вот эту вот сторону, сторону его нелегитимности, о которой очень многие говорят, есть там новая газета, которая подписи собирает за это, которая размещает декларации и правильно делает, и многие это поддерживают. Соответственно, да, но это вот когда соберания нет, тогда форма выходит на первый план, да? Ну, им бы еще посоветовать не размещать так называемые мирные предложения Эрдогана и так далее и тому подобное. Это так просто к слову. Но подписи пусть собирают, это дело хорошее. Но, Ростислав, смотрите, несмотря на все, вот, нелегитимный для Европы Европа, Европоламент, с одной стороны, призывает не признавать его легитимным, с другой стороны, часть европейских представителей все-таки на этом шабаша была и, в первую очередь, конечно, возмущала присутствие французского посла. Ну, во-первых, смотрите, во-первых, часть была довольно небольшая, да. Небольшая, но все равно это расшатывание оппозиции, понимаете? Это не монолитная позиция Европейского Союза. Понимаете, просто международной дипломатии и традиции как бы существуют много лет и здесь как бы есть какие-то вещи, которые принято делать. Но, понимаете, французы вообще достаточно часто говорят, что даже когда они максимально жесткие заявления делают устами своего президента, что Путин человек, с которым мы больше не хотим разговаривать, что мы не считаем его законно избранным и избранным чисто и демократично, даже в этом спище они сами же говорят, что но, если вдруг нужен будет какой-то разговор, что как бы приведет к миру либо к обмену военнопленными и так далее, то мы готовы разговаривать. То есть, понимаете, просто в традиции некоторых дипломатий, например, французская в их числе, безусловно, является, что они оставляют возможность для диалога с любым упырем для того, чтобы минимизировать какие-то, знаете, последствия его деяний. Поэтому здесь нужно относиться именно к этому, я думаю, позицию Франции. Понятно, что есть Венгрия, у которой позиция другая, то, что они там были, это выражение как раз-таки дружественности, а точнее проданности господина Орбана, господину Путину, собственно, это другое, что называется. А вот Франция, она, кстати, тут же и выпустила, по-моему, на странице МИДа разъяснение, и там они все это примерно, то, что я сейчас рассказываю вам, они все это примерно разъяснили. Поэтому нет, на самом деле никакого там уважения Путину этими странами высказано не было. Это скорее был такой плевок, на самом деле, потому что многие презрели даже вот эти минимальные традиции дипломатические, когда даже к всяким разным башкам из стран третьего мира все равно кто-то, нет-нет, да и приезжал, чтобы хоть о чем-то с ними поговорить, но мало ли, вдруг они перехотели дальше есть людей. Но вот даже вот в этой ситуации, когда они отправили Путину человека, ну вот американцы в частности, ну вот это уж прям совсем оплеуха, поэтому, детки, скорее вот на этом надо фокусироваться. Ольга, а вы согласитесь с этим? Ну, все-таки, действительно, из всего Европейского Союза только пять, по-моему, стран прислали своих послов. Да, понятное дело, Сербия, Венгрия, это понятно. Греция тоже более-менее понятна. Мальта, ну вот, обидно, конечно. Ну, а Франция тут, да, и Кипр, по-моему, еще пятая. Кипр тоже понятна, потому что там очень много русских денег, и Кипр такая всегда, ну, по крайней мере, долго был таким прачечной, отмывочной для всяких денег, поэтому какие-то контакты они сохранять хотят. По-прежнему. Но что касается Франции, тут я согласна с позицией Ростислава. Я думаю, что это такая история для того, чтобы не только сохранить дипломатические возможности, но и показать активную позицию президента Макрона. С одной стороны, Макрон говорит о том, что он готов в случае необходимости и военное присутствие в Киеве, в Украине обеспечить, а с другой стороны, присылает посла. Да, такая очень, ну, широкая, широкие возможности свои демонстрирует, как заявляет о себе, как некий лидер в этом процессе. Но мы, кстати, еще не обратили внимание на одну важную вещь того, чего не было никогда раньше. Это о молитве, которой все уже служили в Благовещенском соборе. Это впервые на всех подобных церемониях. Конечно, это пока еще не Успенский собор Московского Кремля, где венчали на царство государей императоров. И пока еще Путина на голову шапку Мономаха не надевали. Но Кирилл уже его назвал «Ваше Высочество». Да, и всех этих гостей, не просто, если бы парад-то им еще разрешили посмотреть на экранах, то тут-то им просто сказали «Идите вон», все закончилось, а Путин пошел один, одиноко в храм. Кстати, обратите внимание, что это за храм. В свое время, когда Иоанна Грозного отлучили от церкви, потому что он седьмой раз женился, по православному обряду больше трех раз сочетаться с законным браком просто нельзя. Его отлучили от церкви. Но так как молитву он все равно хотел, вот для него построили этот предел Благовещенской церкви, где, собственно, такой же одинокий он и стоял, какой стоял одинокий Путин во время этой молитвы. Правда, Путин был с большим количеством священнослужителей разного ровника. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова